крушение китайского парохода taping ferry taping ferry роскошное китайское пассажирское судно компании shanglian enterprise управлялся основным акционером джоу цаой и в шанхае арендованный у компании из china seabank который управляет pacific shipping company в поздний период гражданской войны между гоменданом и коммунистической партией из материкового китая было выведено большое количество отступающих национальных войск эти люди торговали золотыми слитками или полагались на личные отношения в качестве жилья и втискивались в уже заполненный пароход taping 27 января 1949 года судно taping первоначально должно было отправиться в 10 часов ровно но оно было перенесено на 16 часов 18 минут по некоторым оценкам количество пассажиров на борту превысило 1500 человек хотя пароход рассчитан только на 580 также они перевозили тяжелые грузы в том числе 600 тонн стальных прутков более 100 тонн печатного оборудования и белых газет 1317 ящиков с важными документами из центрального банка китайской республики 27 января 1949 года на пути из шанхае в тзилун пароход вышел ночью чтобы избежать комендантского часа выключил навигационные огни в 23 часа 45 минут вечера он был у горы байдзё в водах архипелаг джоушань и столкнулся с кораблем цзянь юань отправляющимся из тзилуна и принадлежащим судоходной компании и сян на борту которого находилось 2700 тонн угля и древесины в момент столкновения судно цзянь юань получившая удар в середину сразу же затонуло 72 человека на борту погибли а три человека были спасены пароходом тейпин поскольку при столкновении судно цзянь юань таранили в середину он затонул в течение пяти минут а тейпин продержался еще 15 минут и затонул упавшие в воду люди замерзли или утонули из-за холодов по оценкам погибло более 1500 человек рано утром 28 января эсминец варамонга в мс австралии направлялся к побережью китая контр-адмирал сэр олдхэм который был его командиром вспоминал что после столкновения тейпин радист парохода в быстрой последовательности посылал международные сигналы бедствия сос и связывался с эсминцем варамонга отправил широту и долготу место крушения подчеркнув что на месте крушения затонула два суда этот набор долготы и широты очень точен в конце концов варамонга точно прибыл к месту гибели судов со ссылкой на эту информацию и благодаря этому было спасено 36 человек но одна из женщин умерла от физического истощения после длительного дрейфа в море зимой многие из погибших были известными деятелями или богатыми бизнесменами в том числе музыкант убача который отправился в тайвань чтобы найти школу для национальной музыкальной консерватории сюйчжэнь бывший председатель правительства провинции леонин чжан шэн по воспоминаниям выживших после инцидента мимо прошло много судов но ни один из них не подплыл для спасения в настоящее время в шанхайском муниципальном архиве все еще хранятся записи того года нарисованная от руки схематическая диаграмма рядом с архивом показывает что тейпин следовавший с северо-запада на юго-восток столкнулся с кораблем цзянь юань на южной стороне горы бойцы что еще более непонятно это место столкновение находилась в водах к югу от горы бойцы а южный берег горы бойцы представляет собой плоский песчаный пляж пригодный для посадки на мель по крайней мере для обеспечения безопасности большей части людей на борту но капитан попытался обогнуть западный берег рыбный порт находится на северном берегу а судно затонуло примерно в 500 метрах всего в трех минутах если плыть на лодке после того как пароход затонул в море было выброшено много драгоценностей табличек со статуями будды деревянных ящиков с документами и хлопка что удивило рыбаков поблизости после крушения средства массовой информации пришли к выводу что перегрузка превышение скорости и использование коротких путей были тремя основными причинами и полагали что это были фатальные факторы приведшие к крушению однако согласно научному анализу последних лет эти факторы трудно установить по данным следствия среди пяти судовладельцев компании джун лянь в то время четверо были подпольными членами коммунистической партии китая более того пассажир третьего класса джан хань также является подпольным членом коммунистической партии китая и его билет был получен от товарищей по подпольной партии если бы пароход отплыл вовремя он вышел бы из вод сябайшань известных своими узкими водными путями в полночь и столкновения не произошло бы после затопления парохода страховая компания в шанхае которая застраховала его немедленно объявила о банкротстве и разгневанные члены семьи подали иски против компании в результате чего два из четырех других судов принадлежащих компании были заперты в порту гасиум суд из шанхая постановил что шанглиан enterprise должна выплатить компенсацию но в то время шанхай был оккупирован народно-освободительной армии китая всего через четыре месяца после инцидента и сумма компенсации была астрономической в ноябре 2004 года департамент по делам этнических групп демократической прогрессивной партии и спутниковое телевидение феникс совместно сняли документальный фильм в поисках колеса мира продюсером которого выступил хун хуйчжэнь премьера состоялась 22 апреля 2005 года со 2 по 4 апреля 2012 год на канале новостей джун тянь состоялась премьера документального фильма тайпин 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 тайна кораблекрушения восточного титаника 1949 года производство вонт вонт схонши медиа групп